Всем привет! Меня зовут Ильнас, я фронт-энд-разработчик в компании ScaleVille. Сегодня я расскажу вам о языке JavaScript и о фронт-энд-разработке. О чем мы будем говорить? Непосредственно о самом языке, о его особенностях, об области применения, где он применяется, и потом рассмотрим наиболее популярные фреймворки и библиотеки для фронт-энд-разработки. Позже мы рассмотрим, какие именно технологии нужно изучить для того, чтобы стать фронт-энд-разработчиком. Сам язык JavaScript является высокоуровневым, легким, интерпретируемым языком программирования. Он является мультипарадигменным скриптовым языком. Это обозначает, что он позволяет писать под любой стиль программирования, будь то объектно-ориентированное, императивное, функциональное или динамическое. Язык также может быть расширен над множеством. Конкретно для JavaScript это очень популярное направление, которое позволяет применить, точнее нивелировать некоторые недостатки этого языка. Ярким примером является TypeScript, о котором позже расскажет мой коллега. Какие же области разработки на языке JavaScript? Области на самом деле достаточно обширные. Самым основным, конечно же, является фронт-энд-разработка, потому что язык JavaScript является безальтернативным выбором в плане фронт-энд-разработки. Также наиболее популярным его направлением является бэкэнд-разработка в среде выполнения Node.js. Бэкэнд-разработка на нем очень популярна, потому что язык JavaScript, хоть и является однопоточным, является достаточно быстрым в среде исполнения и экономит ресурсы сервера. Также менее популярным, но тоже востребованными направлениями является десктоп и мобильная разработка. В плане мобильной разработки можно назвать React Native библиотеку, а в плане десктоп-разработки обычно называется Electron. Кстати, популярный редактор кода VS Code написан именно на нем. Какие же самые популярные библиотеки и фреймворки для фронт-энд-разработки? На данный момент их всего три. Это является самыми популярными библиотеками, которые применяются во всей отрасли. Есть еще несколько библиотек, но они занимают слишком малую нишу для того, чтобы всерьез их рассматривать. Из самых популярных библиотек являются React, Vue и Angular. Все они имеют разную специфику, и все они достаточно сходны. В плане популярности самым популярным является React. Он занимает 67% всех проектов, написанных для фронт-энда. Второе и третье место делят между собой Vue и Angular. Считается, что самым низким порогом для входа является Vue. Он легко осваивается и подходит для написания легких и средней сложности проектов. React же является самым популярным, потому что он подходит для всей области, начиная от самых легких лендингов, заканчивая самыми сложными высоконагруженными приложениями. Angular же является достаточно сложным в освоении, имеет высокий порог входа, но он создан для того, чтобы писать очень сложные проекты в плане высоконагруженности и оптимизации. Что же следует изучить для того, чтобы стать фронт-энд-разработчиком? На данный момент самым главным является знание по языку JavaScript. Кроме основ, которые характерны для всех языков программирования, переменные циклы, функции и другие конструкции, в языке JavaScript достаточно важно знать, как происходит типизация переменных и как структуры данных хранятся в памяти. Также спецификой является написание функций, есть декларативный и императивный подход. И также есть так называемая стрелочная функция, которая на данный момент применяется чаще всего. JavaScript позволяет писать объектно-ориентированные программы, поэтому необходимо знание в области классов и в области прототипов. После изучения основ языка JavaScript необходимо изучить две технологии, без которых не обходится ни один фронт-энд-проект. Это, естественно, язык HTML, который является языком разметки. В нем достаточно изучить семантическую верстку и как происходит построение документа, которое открывает пользователь. И также нужно изучить каскадную таблицу стилей — CSS. Это нужно для того, чтобы придать достаточно хороший внешний вид интерфейса для пользователей. После изучения этих трех языков необходимо выбрать фреймворк. Как уже было названо ранее, они имеют свою специфику и свой порог входа, который необходимо учитывать. Также при выборе фреймворка необходимо учитывать, что больше нравится разработчику и какая технология более востребована. После выбора фреймворка для работы в команде, конечно же, необходимо изучить систему контроля версий, потому что ни одна командная разработка без нее не обходится. И на данный момент достаточно серьезным трендом стала необходимость знания принципов и методов тестирования проектов. То есть для соискателей сейчас необходимо умение написать юнит-тесты и в некоторых случаях E-to-E-тесты. Юнит-тесты — это проверка кода на его работоспособность, на то, что от него ожидают, а end-to-end-тесты имитируют действия пользователя. Это тот необходимый минимум, который необходим для начинающих фронт-энд-разработчиков. Правда, есть одна специфика, которая тоже стала сейчас де-факто стандартом в отрасли. Достаточно не просто знать язык JavaScript, но и его надмножество — TypeScript. Об этом сейчас расскажет мой коллега. Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и я фронт-эт-разработчик в компании ScaleVille. Мы поговорим сегодня о языке TypeScript, причинам его популярности, и рассмотрим интересные проекты, реализованные на TypeScript. Язык очень выразительный и быстро стал де-факто стандартом промышленной разработки. Поддержкой и развитием языка занимается компанией Microsoft. Как такова спецификация языка отсутствует, и есть одна реализация партиевого языка, которая используется во всех популярных редакторах кода. Так как партиер автоматически может выводить типы для JavaScript, редакторы кода хорошо поддерживают его. Система типов TypeScript является полной по тюрнгу, то есть можно типами доказать верность работы бизнес-логики приложения. Существует проект партии с JSON-строки, разрабатывает калькуляторы на типах игры. Выразительность языка позволяет делать крутые вещи. Вы можете не просто сказать, что функция вернет какое-то значение, а писать, что конкретно она будет возвращать даже для частных случаев. Причем глубину выразительности выбирайте сами в зависимости от решаемой задачи. При описании типов вы сами документируете свой код. Причем редактор кода используя эту информацию, может показать, где вы неправы, и вам не нужно вчитываться в документацию одной из тысяч библиотек, и, пользуясь готовыми типами, продолжить писать код. Ценой этой документации является чуть большее время при сборке приложения, которое вы можете потратить на кофе и продумывать на других задачах. По статистике видно, что TS постепенно теснит JS и набирает силу. Самое интересное, что количество пушей падает относительно JS, что может говорить о меньших ошибках, совершаемых при использовании TypeScript. С чего же начать, изучая TypeScript? Это для начала нужно освоиться с языком JavaScript, прочитать официальную документацию по языку, затем можно попробовать язык в деле в браузере. После изучения своего языка, можно потренироваться на задачах в проекте TypeChallenge. В проекте собраны задачи для каждого уровня навыков. При работе с TS вам нужно часто преобразовать типы, чтобы каждый раз не реализовывать их с нуля, можно воспользоваться библиотеками. У себя в проектах мы используем TypeScript, пакет для этих целей. Еще существует библиотека FPTS, реализация базовых абстракций и паттернов большинства функциональных языков. На ее основе построено множество библиотек в функциональном стиле. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там вы найдете чуть-чуть больше информации о нашей жизни компании. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok